Всем привет, с вами снова славный дружиообломов. Сегодня я зафигачу пару тонких, сочных, ультрамягких, прямо что без зубов можно есть, шницелей. Обязательно с сырно-пармезановой корочкой и обалденным соусом. Итак, вот у нас обычный скучный карбонат, который есть абсолютно в каждом магазине. И кажется, ну он же такой, ну он размером меньше ладошки. Ну серьезно, ну что это такое за шницель? А вот не торопитесь. Дело в том, что мы можем, во-первых, его разрезать вот так вот пополам. У нас получается две достаточно толстые такие колобахи. И каждую из них, каждую из них, мы тоже можем разрезать вдоль. То есть мы можем их, как сказать, разбатерфлять и дорезать почти, почти до конца. И вот уже шницель оказывается достаточно здоровенный. А это мы еще его не отбили. То есть смотрите, был вот такой, а стал уже в два раза больше. И при этом здесь есть ничего сложного. Просто берем вот так, примерно надрезаем и смотрим, расслаиваем и смотрим, чтобы не прорезать до самой середины. Теперь осталось еще увеличить разов, видите, уже больше ладошки размером. Осталось увеличить еще разов полтора, отбив и сделать тоньше. Так, я просто накрою пленочкой. Хотя нет, знаете, что я сделаю? Я добавлю каплю растительного масла, чтобы он не рвал пленочку увеличивать в размерах, а расползался. Просто вот так вот я добавлю маслица, буквально чайную ложку. И тогда, когда мы будем все это дело отбивать, оно будет с радостью под молотком расползаться. Смотрите, берем и, как говорится, не торопимся. Пару-тройку минут отбиваем. Так, короче, вот было, вот стало. Он стал почти в два раза больше. Ну, да, почти в два раза больше. И почти в два раза тоньше. И он будет, то есть он будет мягче, сочнее. А мы его еще замаринуем. Смотрите, просто вот такая вот штуковина. Друзья, просто посмотрите на этих красавчиков. Здоровенные шницели. Но все прекрасно знают, что карбонат, он сам по себе такой твердовато-суховато-жилистый. Поэтому, если вы хотите прям зафлексить, чтобы оно прям реально можно было резать не ножом, а резать чайной ложкой. Я вам отвечаю. Там уже кусок будет отрезать чайной ложкой. Замаринуйте в двух самых офигенных компонентах. Это лук и кефир. Потому что это будет кисломолочное расщепление волокон. И лук размягчает мясо. Это просто обалденная комбо. И время тратить на нарезание лука не надо. Блендер все сделает за вас. Просто вот так вот почистите лучины. И раскроите на четвертинке. Только для того, чтобы блендер их сожрал. Чтобы они никуда под винт не забились. Примерно по объему сколько лука, столько и кефира. Это проверенная тема. И для шашлыка проверенная тема. Миллилитриков 200 кислого кефира. Но у меня всего лишь 2%. Чем кислее, тем лучше. И туда же, чтобы все замесилось, кладем лук. Буквально блендернем 30 секунд. И оно все будет в пюре. Это просто мощнейший маринад для любого мяса. Которое, ну не то, что жесткое. А знаете, такое, ну пожевать как бы. Вот как карбонат. После маринования и куски уже отбитые. Видите, они тонкие. И маринад и дешевый, и багический. Никаких специй, соли туда не надо. Вот так вот. Можно было даже 3-4 куска. Сколько мариновать? Буквально полчасика. Потому что, смотрите, здесь мариноваться, я не знаю, сколько здесь, 5 миллиметров. А маринад лютый. Буквально полчасика. Пока шницели маринуются, сделаем все остальное. То есть, например, отварим картошечку, у нас будет пюрешка. Сделаем офигенный соус и саму панировку. Когда мы все это сделаем, у нас останется, типа, 5 минут жарки шницели и все. Ингредиенты для этого рецепта приехали ко мне всего за 60 минут. Как? Конечно же, с экспресс-доставкой от Перекрестка. Выбирать из 35 тысяч товаров очень удобно. Ведь ты можешь решить сам, хочешь что-то конкретное или просто зацепить вкусняшек по акции. Кстати, про скидки. Они абсолютно всегда такие же, как и в офлайн-магазине Перекрестка. Если в магазине скидон на чипсы 20%, то и в приложении тоже. Все честно, кидайте продукты в корзину и опа, продукты на пороге. Если ты еще не пробовал, попробуй и держи промокод ДРУЖЕ. 20% скидки на покупку на любую сумму. Переходи по ссылке в описании и кайфуй от экспресс-доставки Перекрестка. Ну, а как чистить картошку? Давайте не будем повторять эту шутку. Наверное, вы и так знаете, как ее чистить. Ну, короче, просто картоху вареную вот так вот на огонь. И типа подсолили маленечко на столовую ложечку. И все. Как начнет суперлегко протыкаться ножичком, пока, видите, что-то нифига не суперлегко протыкается. Как начнет легко протыкаться в самом толстом месте, значит и готово. Итак, начнем с панировки. Что за панировка? Это обычные панировочные сухари, но с сыром. Короче, смотрите. Можно взять практически любой сыр, который вам нравится. Но не, господи, прости, не моцареллу, а прям сыр с мощным ароматом и запахом сыра. То есть не типа козий, мягкий, что-то там. Лучше всего пармезан. Но тут опять же есть другая крайность. Какой-нибудь 16-месячный пармезан, который стоит 100 тысяч миллиардов нефти, брать не надо. Это обычный, хороший, ну, для таких целей прекрасный магазинный пармезан. Натираем и просто фигачим его на мелкой терке. Нам нужна хорошая горсточка сыра на хорошую горсточку панированных сухарей. Вот и все. Ни соли, ни перца в панировку я не добавляю. Почему? А ответ на самом деле достаточно простой. Я понятия не имею, сколько панировки налипнет на шницель. Ну, представляю примерно, но вот солить панировку в массу, если вы точно не знаете, какой размер, чего, где, как, это очень опасно. Потому что может получиться недосол или еще хуже пересол. Поэтому солить, перчить я в итоге буду сами шницели, которые замаринованы. А панировка, сыр, пармезан, чутка солоноватый, все равно будет вкусненько. То есть соль с перцем, все, что я добавлю визуально, налипнет на само мясо. Я стараюсь не добавлять соли, перец в панировку, только если нет ка-биздец жутко четкого рецепта. Какой-нибудь из книги, например. Итак, вот, собственно, наш мелко-мелко крошеный пармезан. И панировочные сухарики. Ну и смотрим, чтобы была такая средняя по палате сырно-панировочная консистенция. То есть не перебарщивайте как бы ни с тем, ни с другим. Она должна быть такое, как сказать, пышно-сырно-воздушное, чтобы пармезан прям в корочке потом чувствовался. Да, мне кажется, я богически сделал. Вот, посмотрите, просто посмотрите. Как древесные опилки или около того. Даже на ощупь приятно и пахнет офигенно. Теперь что по соусу. Соус офигительно подходит к свинине. Свинина же достаточно, как сказать, она, что касается карбонада, это не шея. Оно не жирное, но у нее вот этот жирно-свиной вкус. Соус офигенно подходят томаты. Соус будет у нас на основе пробитых томатов. Но для того, чтобы пробить их еще больше, мы их пробьем блендером. Просто вот так я вот отрежу. И вот это что-то типа, не знаю, как сказать, томатной пасты или около того. Туда же я зафигачу чеснок. Пару-тройку зубов чеснока. Причем так как я все это дело буду перемешивать в блендере, то я не особо буду париться с тем, чтобы его натирать, нарезать или еще что-то. Я просто кину их к помидорам. Итак, на 500 грамм томатов 3 зуба чеснока. Пунь, пропали. Чайная ложка соли, ну либо смотрите там по вкусу и всякое такое. И сахар. Да-да, кто-то скажет типа, сахар в соус, фу. Можно компенсировать сладкими обжаренными овощами. Типа там лук вы выжарили, он сладкий. Но в этот соус лучше добавить где-то без горки столовую ложку на 500 миллилитров томатов, столовую ложку без горки сахара. Поверьте, будет просто вкуснее. Вот так, вот туда. Кинза и петрушка. Можно, конечно, все это дело промесить в блендере, будет... Да то же самое по вкусу, но будет не так красиво. Поэтому я все-таки ножом нарежу. И кинзу, и петрушку. Некоторые ненавидят кинзу, потому что она пахнет клопами. Это факт. Кто в детстве съедал какую-нибудь ягоду, и на ней случайно был клоп, тот знает, что клоп пахнет как кинза. Но у кого нет таких моральных травм из детства, тем пофигу. Ну или как я, у которого есть моральная травма, но я к этому уже привык. И стал различать вкусы клопов и кинзы. Короче, если у вас такие же проблемы, как у меня, берите просто петрушку. Я возьму и то, и то. Я вот так вот отчекрыжу и весь этот пучок покрошу в труху. Само собой все это дело по вкусу идет. Ммм, запах клопов. Ладно, ну что, запах петрушки и клопов. Тут какая тема. Обязательно в этот соус нужен базилик. У меня есть свежий базилик. Но фишка в том, что если вдруг его мало ли нет в наличии, или он жухлый, то берите сушеный. Это не так важно, как для других блюд. Например, где вы там делаете какие-нибудь помидоры с моцареллой, с базиликом, с бальзамическим уксусом. Вот это не так важно, что он сушеный или нет. У меня сушеный, и он есть типа везде. Так, посмотрите, красавчик. Так, чайную ложку с горкой хорошую сушеного базила туда и пробьем. Потому что помните, там же у нас зубы чеснока. Я не могу закрыть, Серега. Ты слишком близко к крышке. Так, пробиваем. Просто посмотрите, какой кайф. Но это еще не весь кайф, потому что ароматная зелень туда идет. Обязательно хотя бы 15 минут настояться. Хотя бы 15 минут, чтобы все эти ароматические масла вышли из кинзы. И петрушечки, и все стало зашибись. То есть, просто перемешиваем. И в холодильничек хотя бы на 15 минут. Если есть пара часов, то это 10 из 10. И это офигенный соус к чему угодно. К шашлыку из свинины, к курице. Это богоподобность. В принципе, можно все жарить. Давайте посмотрим на шницели. Ну а что на них смотреть? Шницели просто красавчики. Просто офигенные. И здесь какой момент. Я вам советую вот избыточную вот эту вот луковую массу просто смыть. Она размягчила все волокна. Проникла, у нас тут где-то час прошел. Ну, насколько могло, оно размягчилось. Но вот эта каша сверху вам просто не нужна. Итак, я все смыл. Шницель номер один и шницель номер два. Кстати, их сейчас прекрасно можно заморозить. И абсолютно, когда угодно доставать. Итак, ну пока они мокрые вот такие, к ним ничего не прилипнет. Надо обсушить. Либо подождать, пока они высохнут. Но я обсушу бумажными полотенцами. Просто вот так вот этих красавчиков промакиваем. И вот здесь протираем. И с другой стороны тоже. Для того, чтобы панировочка к ним налипла. То есть они должны быть такие прям подсушенные. Итак, замаринованные подсохшие шницели. И тут, как я уже сказал, соль и перец. То есть в принципе мы, ну соус отдельно, да, вы соус пробуете, потому что соус это соус. Но панировку, в панировку я ни соль, ни перец не добавляю. Соль и перец визуально идут вот на то количество мяса, которое вы видите и предполагаете, сколько нужно соли и перца. Потому что вы можете столовая ложка соли в панировку, а налипла там, не знаю, десятая часть. Поэтому солим и перчим конкретно вот слегка, ну подсохшее, но слегка влажное мясо, к которому пристанет и соль и перец. Просто вот так вот свежемолотого перчика, вот так, с двух сторон. Не то, чтобы супер дофига, но вот так как-то. И подсолю я тоже, немножечко-немножечко подсолю, без фанатизма, вот так, по щепоточке с каждой стороны. Так весь кусок будет и подсолен, и подперчен. Вот, а в панировке у нас пармезан. А панировка, собственно, на что будет налипать? Все такие, ну сейчас обычно взобьет яйцо. Я взобью яйцо, добавив туда немного горчицы. Я пару раз так экспериментировал, и получилось просто зашибись. То есть получилось, ну, реально повкуснее. Я не знаю за счет чего, наверное, за счет того, что у горчицы есть, там борзость вот эта горчичная. Типа, ой, острота, она полностью пропадает. А аромат остается, просто зашибись. Просто пару-тройку. Нифига себе, нифига себе, нифига себе. Двуичное яйцо. А, а это обычное. Ну да ладно, я думаю, что трех яиц. Да блин, ну почему только в одном было два желтка? Ну ладно, бог с ним. И сюда столовую ложку горчички. Просто вот так вот туда горчички. И взбиваем яйца с горчичкой. Ну нет, горчички да и пофиг, но я вам отвечаю, так сильно вкуснее. И да, дорогие друзья, если вот так запарились, то есть купили пармезан, панировочные сухари и все это нарезали, отбили, замариновали лучок. Взбили вот эти яйца с горчичкой, просто богически, то пожалуйста, жарьте на сливочном масле. Ну просто потому, что так вкуснее. И на небольшом огне. Наши стейки, точнее наши шницели, они тонкие, но панировка мешает температуре проходить внутрь. Поэтому средненький огонь, сливочное маслице и жарим. Я экономить сливочек не буду, вот прямо вот так. Сейчас растопится и сейчас будем жарить. Но здесь много ума не надо, берете да жарите. Так, вот сюда шницель. Важно, чтобы он прям был, там муки никакой нет, никакой истории нет, чтобы везде прям во все эти отбитые дырочки затекло. И вот сюда придавили, перевернули, придавили. Можете панировать два раза, для того, чтобы панировки налипло прям нормально. Я это и сделаю. Я панирую один раз, у меня всего два шницеля и второй раз. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И в маслице. Прям вот так вот. Пошло шкворчать. Кто-то скажет, да блин, не поместится же второй шницель. Они же само собой утянутся, усядут. Поэтому не страшно. Вот и второй пошел. На небольшом огне жарим. Ну, минуток пять на среднем огне и кажется, блин, они бы не влезли. А что они так влезли? Да потому что они ужались процентов на 20. И еще минутки четыре с другой стороны. Конечно, я могу сделать эту... Блин, у меня нет чистых ложек. У меня закончились чистые ложки. Я могу сделать эту штуку, знаете, профессиональных поваров, типа, я буду поливать вас сливочным маслом. Вот так вот. На самом деле это не нужно, потому что там все впиталось, что могло. То есть это для кадра чисто делаю. Еще три-четыре минуточки с другой стороны и все, и будет готово. Короче, есть еще один момент. У кого-то эти шницели будут толще, тоньше и всякое такое. Если вы не уверены, не уверены на сто процентов, что мясо, а это свинина, между прочим, да, это не говядина, что мясо внутри готово, просто на 200 градусов потом на 10 минут в духовку засуньте и все. Мне это не нужно, потому что у меня тонкий шницель на микро огне, все зашибись. Либо хотя бы, если еще чуть-чуть не уверены, закройте крышкой и оставьте так стоять, уже без огня. Хотя бы минут на 15. Там все внутри приготовится. Что касается подготовки пюре, хороший кусок сливочного масла, сливочки, соль, перец и все это дело проминаем до нужной вам текстуры. Я слышал, что кто-то еще яйца добавляет, но прям яйца в пюре, не знаю. Мне кажется, что это довольно странно. До консистенции крема сейчас доведу. А в финале что? Ну вот наш шницель, пюрешки надо не скупиться, само собой. И соусец. Вот так. На пюре хуй на шницель, густой наш соусец. Да, я не соврал вам, что можно его разрезать ложкой. Смотрите. Итак, вот наш шницель. Вот такой он с двух сторон. А теперь смотрите. О, блин. Логически. Давайте еще кусочек я отрежу ложкой. Не ножом, а ложкой. Потому что он замаринован 10 и 10. Пряный, нежный, чесночный, томатный соус. Корочку. Пармезановую корочку можно есть отдельно. Она даже сама по себе есть и отвалилась. Очень вкусная. И к пюре этот соус подходит тоже. Ну, вы все сами видели. Это магически. С вами был славян дружаблова. Кушайте много, кушайте вкусно. Извините, что говорю с набитым ртом. За то, что очень вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.